Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре фидера Флагман Инспирейшн. Давно люди меня просили снять честный и правдивый обзор об этих фидерах. Забегая вперед не могу сказать что там что-то я открою каких-то тайн великих, но в общем-то наверное те кто не до конца доверяет ангажированным обзорщикам от фирм, но отчасти наверное я их понять могу, поэтому скажем так сегодня расскажу все как есть об этих фидерах, взвесим, измерим расстояние основные и длины и посмотрим их вес, посмотрим строй в динамике, немножечко даже не в динамике, а под нагрузкой, а в динамике мы посмотрим его на воде во втором видео, которое мы снимем. Ну давайте приступим коротко и по-быстренькому, такой технический немножко обзор. Значит фидера Флагман Инспирейшн насчитывают 5 штук в серии. Сразу начну с самого лайтового, вот он ближний ко мне, это фидерочек до 40 грамм, 3-4 метра, 11 футов. В комплекте 4 вершинки ко всем фидерам, здесь посадочный диаметр 2,2, вершиночки у нас все карбон, полторы унции, 0,5 я смотрю, 0,75 и единичка. По длине они чуть разные, но наверное я не буду мерить там каждую какой длины, я не знаю нужно ли это просто. Ну давайте я вот наверное для ориентира вам сейчас измерю, потому что некоторые все-таки, видимо, покупают у нас запасные вершинки к этим фидерам. Вот мы их недавно отдавали, кстати говоря, тем кто у нас покупал по акции бесплатно эти вершинки отдавали и ребята вот двое признавали, что они берут не на него, хотя поломали от него, но будут использовать с другим фидером. Ну вот, значит, давайте посмотрим, это у нас они все практически 57,5 по длине и самая длинная 62, а самая длинная у нас, самая длинная это у нас 0,5 унций. Ну вот по поводу расцветки, лично мне эта расцветка не нравится, вот этот блеклый зеленый желтый цвет не кислотный, да, потому что с моей точки зрения все-таки вершиночки должны быть кислотными, но кислотные цвета и вот, например, как я на фидерах фатон про сделал, там красный желтым, да, так два цвета совмещены и мне кажется, что это самое оптимальное, в общем-то, и по моему мнению, и по отзывам и так далее. По поводу диаметров колец, вот конкретно на этой модельке, достаточно, я считаю, это вот тот необходимый минимум, вот мельче уже нельзя, потому что те, кто ловит с шоком, а особенно весной или ранним летом, когда по воде плывет пух от цветущих растений, или там грязь, еще что-то, да, то обязательно вот на узел что-то налипнет, либо на плетню что-то налипнет, и эти вот маленькие колечки, они все-таки, ну, да, вершинка может сломаться, узел упрется, грязь упрется, нависшая, но вот, скажем так, вот прям минимум-минимум, то есть еще меньше уже, я бы сказал, плохо, здесь вот я не скажу, что плохо. Ну, и так, все вершинки карбон, их четыре штуки, дальше, расстояние от конца, я буду мерить, от нижней гайки катушка-держателя, так просто проще, вот расстояние будет у нас, мы будем получать полноценную рукоять фактически, да, то есть здесь у нас 45 сантиметров, расстояние от центра катушка-держателя до нижнего кольца 73, колечко диаметром полтора сантиметра, вот это расстояние, в принципе, вот если бы оно стояло здесь, я бы сказал, уже не айс, но так как вот расстановка все-таки они поставили верно, колечко, то вот это расстояние, оно позволяет здесь применять трех-четырехтысячную катушку, и даже, в принципе, пятитысячник, кому это очень прям надо на соревнованиях, чтобы быстрее подмотать, вымотка была и так далее. Фурнитура, катушка-держатель Fuji, кольца Fuji, у всех больше этого касаться не будем. Катушка-держатель, кстати говоря, вот этот будет стоять на моих фотонах Pro, поэтому я могу сказать, что он качественный, плохого я себе точно не поставлю, то есть держак очень хороший, сразу скажу, он, опять же, недорогой, хоть эта вот серия позиционируется как, ну, практически топовая до вот выхода последней, да, рефлекшенов, но вот по рефлекшену большие вопросы, и недаром, что их, ну, их нет практически, они, ну, скажем так, какой-то чуть-чуть, совсем несколько штучек я посмотрел, а потом их сняли, дорабатывали, ну, я думаю, понимаете, почему дорабатывали, то есть, в принципе, надеюсь, что доработают хорошо, и как и, в общем-то, им советовали. Вот здесь вход бланка в держак, в гильзу держателя залачен, то есть это говорит о внимательности производителей, о том, что все-таки фидер выполнен на заводе достаточного класса. Дальше, по бланку, ну, не толстый лак, но он здесь толстый и не нужен, и вот я так вот смотрю, я, в принципе, знаю, по какому заводе это все сделано, это не секрет, в принципе, да, для любого, кто занимается там не первый год удилищами, в принципе, я могу, видя уже удилище, держа в руках, я уже понимаю, на каком заводе оно сделано на 90%, то есть здесь по браку, брака быть не должно явного, большого количества, только в рамках, скажем так, вот допуска небольшого. Вот то, что я вижу по бланку, никаких здесь вот косяков нет, воздуха там, да, колечки примутаны аккуратно, ровно, я понимаю, как они приматывались, то есть вот к рукояти, опять же, пробка, если помните, я критиковал Шермана, по-моему, не помню уже сейчас, фотоны свои, кстати говоря, тоже за вот эту пробку, то есть здесь пробка хорошая, качественная, и она дорогая, кстати говоря, то есть вот эта пробочка, она очень дорогая, никто, они там об этом не говорят, по-моему, но эта пробочка стоит не так, немалых денег, скажем так, естественно, она не рассыпается и не рассыхается, то есть главное, снимайте пленку, когда ловите и сушите в проветриваемом помещении, не в тубусе, да, пластиковым, закрытым, эво, с моей точки зрения, как вот надо, так и сделано, если помните, фотоны про, опять же, обращаем туда, может быть, поймете, откуда вот это все идет, то есть фотоны про, это вот я первый, кто начал резать, то есть сделал просто обрезку эво на торце рукояти. И в принципе, почему, да, оно как-то не очень красиво, наверное, смотрится, да, я вот фотографию прикреплю, поближе, посмотрите, да, оно не очень красиво смотрится, наверное, да, не стильно, не дорого, вот относительно цены этих фидеров, особенно на сегодняшний день, но оно, это практично, она не обдирается, плотность пробки эво достаточно плотная, воздух она не набирает туда и, в принципе, не крошится, то есть и выдерживает и ультрафиолет, а вот, да, и осадки, скажем так, и какие-то механические воздействия, то есть вот с этим отношением, которое вот со всем том, что вот отсюда и досюда, проблем ни у какого рыболова быть не может, если он просто сам что-то там не накосячит и что-то не то не сделает. Ну вот немножечко остановился поподробнее, да, вот об этой модельке, но давайте следующую рассмотрим. Значит, 360 до 60 грамм у нас Inspiration, следующий, он уже у нас трехчастник, а, кстати говоря, транспортную длину, да, на всякий случай, хоть она и написана там где-то, но я думаю, там каких-то там косяков не должно быть, но на всякий случай померяем, то есть у первого варианта это 146, а у 360 до 60 это 111. Так, по вершинкам, также посадка 2,2, как и у предыдущего, также 4 вершинки, все 4 карбон, вот здесь, кстати, красненькая появилась, видимо, самая жесткая, да, 2 унции. Набор вершинок 0,5-0,75, единичка, двушка. По длине, опять же, они все разные. Это, кстати, хорошая такая находка, по-моему, от итальянцев она пошла, потому что, если вы знаете, раньше вершинки делали все одной длины, да, и поэтому на определенных тестах они могли ломаться, перегибаться, и тогда неправильный изгиб был, потом начали их другую технологию применять, производство вершинок, потому что производство вершинок – это серьезнейшая вещь, на самом деле, как бы это ни казалось, и она совершенно никак не коррелируется с производством удилищ, это совершенно другие технологии. Поэтому нашли выход, в общем-то, такой простой, просто укоротив, скажем так, вершинки, да, их разнеся по разным длинам, разным тестам, да, и вот нашли такую золотую середину. Значит, вершинки 58, и самая длинная у нас 62. Так, 62 у нас, как всегда, 0,5. Посадка 2,2. Расстояние от нижней гайки катушка-держателя до торца ручки 45. И вот здесь теперь мы померяем до, там в камеру, наверное, не влезет, но вот померяем расстояние от центра катушка-держателя до нижнего кольца. 74 у нас получилось. Так, следующая моделька 12,6, то есть 3,75 до 90 грамм. Гидорами этими, на самом деле, я всеми ловил, просто не хочу забегать вперед, свои там мнения сейчас какие-то высказывать. Вот, поэтому, скажем, дождемся на воде, чтобы это было подтверждено с самими забросами, и вы в динамике уже увидели это все. Значит, здесь у нас также 4, и вершиночки, но посадка 3,0. Здесь вершинки одинаковые по длине, а именно 57 сантиметров. Пропускные колечки, чуть-чуть покрупнее. Вот здесь тюльпанчик уже стоит, противозахлестный. По набору вершинок. Стекло 2 унции, карбон 1, карбон 2,5 и карбон 1,5. Полторы. Так, меряем расстояние. Значит, рукоять 45, от центра катушка-держателя до кольца 72. И здесь у нас стоит колечко, значит, у этой модели уже противозахлестное, диаметром по виду, насколько я помню, да и по виду 2, 20, то есть 2 сантиметра. Следующая моделька. 12, то есть 3,6, 12 футов, 3,6 метра, 100 грамм. Теста. В вершинке 4. Ну, по длине, я так понимаю, это то же самое. 56. Стекло 2 унции. Дальше идет все карбон 1, 1,5 и 2,5. По диаметрам колец вполне уже приемлемы, но, опять же, даже здесь на минимуме. И вот я смотрю, диаметры вершинок полторашки и единички, колечки меньше по диаметру верхней части, чем более старшие, да, более жесткие 2,5 унции. Вот этот момент, это, ну, здесь коснусь, раз я на воде об этом, пока мы не на воде, да, здесь рассказываю. То есть мне, я вот на это попал. Я всегда ловлю с шоком. 90% рыбалок у меня шок-лидер. Даже настоящих водоемов, кроме карпа. То есть у меня плетня и 2,5 плюс к ней основная, да, и плюс к ней монолеска, там, 0,24, 0,22, 0,26, 0,20, 80, реки и дальние забросы монолеска такого диаметра. Узел я вяжу правильный, но, когда я даже вот на этот фидорочек ловил на реке, то у меня мой узелок, да, то есть там река, ну, на канале Москвы, кто знает, кто не из Москвы, может, не знает, у нас там течение часто останавливается и просто стоит. И оно надолго остановился, я поменял вершинку и поставил более лайтовую, да, единичку. И у меня шок уже с огромным тяжелым тяжестью вот этот узелочек шока проходил через эти колечки. Вот, а как только, а до этого, да, когда течение было, у меня стояла большая, ну, 2,5 унции, и там все пролетало нормально. Поэтому вот этот момент, так не надо было бы делать, если честно, да, то есть это нехорошо, вот это вот минус. Так, меряем этот фидерочек, который до 100 грамм, 3,6. Рукоять 45, до нижнего кольца от центра катушка держателя 66. Диаметр посадочной вершинки 3 миллиметра. И последний у нас представитель Inspiration. Это до 130 грамм, очень приятная палочка, 3,9 длина. Рукоять здесь подлиннее, уже 52,5. От нижнего кольца до центра катушка держателя 69 сантиметров. Диаметр вершинки, вершинок, тоже посадочный, 3,0. Ну, соответственно, набор вершинок. Давайте здесь смотреть. Все вершиночки у нас тут карбон. Полторашка, 2,5, 3,5 и 4,5. По кольцам опять вот то же самое. Полтора, полторы унции вот эти колечки и тюльпанчик, что самое, честно говоря, неприятное. Он очень малого диаметра. То есть, этот фидерочек, вот опять же, хоть и это минус, да, я бы его назвал серьезным. Почему? Потому что это речник фактически. И вот в этой ситуации применять тонкую плетню на течение, естественно, нужно. Круглую, тонкую, не впитывающую плетню, да, для того, чтобы в нагрузке течения было меньше, давление воды на леску, на плетенку. И, соответственно, вы более деликатно делаете снасть, ставите кормушку меньшего веса и так далее, да. И вот в этой ситуации вот это очень может подвести. То есть, просто плетню поставить, да, что-то без шока. Ну, там фидергам надо будет ставить, резинку, да, они все это любят и, как бы, не всегда она нужна. Там определенные есть моменты, да, когда фидергам, он, наоборот, не нужен. Например, на ракушечнике вы ловите часто, да. У меня было там на Акем, вот ловили много раз с спортсменами, там ракушечник, два заброса, это резинки нет. Да, поэтому здесь надо будет что-то амортизировать. Фрикцион часто не успевает справляться с первым рывком, особенно леща на течении. Он просто не успевает, даже если дорогая катушка. Да, рука, да, фидер, да, но не фрикцион, потом он включается. Поэтому вот здесь нужен выход для меня. Один это шок, да, и он амортизирует первый рывочек, а дальше рука включается, фрикцион и так далее. И вот здесь как раз мы попадаем вот на этот узелочек, что вот именно эта вершинка, она получается вот лично у меня. У меня выпадала. В общем так. Ну давайте тогда сейчас разложу их и посмотрим динамики, нагрузим, посмотрим как бланк хотя бы работает пока вот в условиях магазина, пока на улице погода не шепчет. Давайте, господа, нагрузим их. Немного сначала их потрясу сейчас. Ну, значит, у меня в руках с младшего начинаем. 3,4 метра, 11,2 фута, 40 грамм. Вот смотрите, вот такой вот лайтик. Ну, производитель называет строй сложно прогрессивный. Ну, скажем так, вообще этот термин очень такой интересный. Когда я у кого-то спрашиваю, да, и даже вот, ну не буду называть имен, да, кто вот, в общем-то, лицо фирмы. И когда он говорит о строе сложно прогрессивный, я говорю, ты мне объясни вот, даже пускай в 10 предложениях о чем речь, что это такое сложно прогрессивный. Ну, в общем, не всегда это получается. Поэтому, когда, как правило, не знают, как объяснить этот строй, вроде ни то, ни сё, вроде бы быстрым нельзя назвать. Да, потому что, ну, это не кол явно, да, а прогрессив с ростом нагрузки, что прогружался бланк, тоже не так. Потому что он вот здесь вот, конкретно вот эта палочка, да, даже вот на потрях, если вы видите, он останавливается, да, там чуть дальше, ближе к середине, ну, то есть на середине, ближе к моей руке, да, на две трети. Соответственно, но не могу его назвать ни быстрым, ни прогрессивным уж точно. Поэтому, скажем так, строй, я бы сказал, неопознанный, но кому-то его приравнять, я не знаю. Могу сказать, что конкретная палочка, кто её выбирает под течение, небольшое, пускай, ну, среднее, давайте среднее говорить, и ближний заброс, допустим, вот реки, небольшие рейки, там, небольшой ширины, где достаточно прилично несёт, и нужна палочка, в общем-то, для ближнего такого боя, но с приличным течением. Забываем про это, этот фидер для этого не предназначен. Почему? Его будет закручивать течение, то есть вверх, мордочка у него достаточно мягкая. Вот давайте его сейчас нагрузим, Константина Михайловича попросим взять. Вот, смотрите, я практически не давлю вверх, да, вот просто вот даже он, он чуть-чуть подседает с ним, и уже, смотрите, то есть я никакого усилия сейчас не ощущаю даже на фидере, а уже верхняя часть согнута. То есть этот фидер для стояка идеален, для деликатной ловли идеален, для слабого течения тоже идеален, да. Да, вершинки на всех фидерах мы поставили средненькие, да, в комплекте, которые шли, именно взяли среднюю по тесту. Ну, давайте ещё разочек попросим, да, Константин Михайлович, нагрузим. И вот давайте я теперь сильнее его уже давлю вверх, прогружаю, видите, вот такая вот парабола. Он будет приятно бросать, он будет приятно бросать в рамках своего теста. То есть 40 грамм стоит тест, это не плюс, то есть он хорошо будет работать с кормушками там 16-28, да, грамм, это вот прям его стихия. То есть сможет ли удержать карпа, тоже такой вопрос подразумеваю, да, у народа часто на карповнике ездит с каратышами там, ну, относительно каратышами, да, сможет, то есть у него достаточно упругая нижняя часть бланка, и как бы под карповые коммерческие водоёмы подойдёт. И, кстати, он идеально подойдёт под коммерческие водоёмы, потому что амортизировать рывки карпа в верхнюю часть будет прекрасно, ну, как и любой другой рыбы, даже, кстати говоря, относительно мелкой. Вот, а упругая часть средняя, ближе к омре, она как раз позволит управлять крупной рыбой. Вот, ну, пока я говорил, уже взял автоматически в руки 3,6 до 60, вот здесь вот федерочек, он относительно неоднозначный оказался для меня из всей вообще серии когорты. То есть выше него идут, как бы, такие вот речники уже с посадкой вершинки 3 мм, а это, правда, замевает достаточно большой диаметр верхней части, да, для того и течение, скорее всего, они действительно держат течение, да, подразумевается, чтобы они держали. Но вот здесь вот посадка 2,2 стоит, да, и упругая, достаточно вот, достаточно, ну, жёсткая серединка такая, вот, посмотрите, там, да, ближе к, вот она не работает, вот, смотрите, видите, вот где ценничек, там, видно, на руке, да, висит. И вот ещё верхнее коленце, и вот я работаю, я еле-еле сейчас нагружаю, кстати, говорю, трясу, еле-еле усилие очень мягкое даю, практически вот кистью, и он уже прогибается, видите, как, и при том прогибается второе колено, заметьте, видите, второе колено работает. Вершинка даже жёстче, такое ощущение, чем второе колено, да. То есть, опять же, стоячие водоёмы, стоячие, слабое течение, дальний заброс, ну, в дальний, ну, дальний в этом тесте, имеется в виду, там, 40 метров, он пульнёт, хорошо пульнёт. Веса те же, ну, давайте поднимемся, там, 42 грамма. Здесь ещё, смотрите, какой момент, очень важный, когда мягкий очень верх, и дальше идёт такая вот ступенька резкого перехода на достаточно жёсткий бланк, то в этой ситуации, если будет бросок маятником, ещё с выхлестом, с таким небольшим хлыстом, получается эффект хлыста, кнута такого. И в этой ситуации, как правило, очень часто ломается верхняя часть вершинки второе кольцо, в районе второго кольца, следующего за тюльпаном. Поэтому, если у вас такие поломки есть, я вам вот говорю, до 90% это момент заброса. У вас не должно быть момента расслабления фидера в броске. Но как это, если кому непонятно, в следующем видео более подробно опишу, а на воде даже и покажу, о чём я имею в виду. Ну, как бы слабо ломает, а может быть вершинку даже. Да, Константин, конечно, нагрузите. Ну, вот, смотрите, вот такая вот мягенький верх, да, и вот уже упругость пошла дальше. Удобоваримый фидер. Не знаю, насколько он стоит своих денег. Ну, как бы вот. Но, в принципе, я не могу сказать, что он плохой. То есть, Slim Blank, он лёгкий, в руке, действительно, уголёк не дешёвый здесь. То есть, в руках он чувствуется приятно, сделан приятно, качественно, без всяких моментов. То есть, просто вот этот один момент, да, с тем, что если вы будете на него ловить, предполагаете и на стоячей воде, и на хорошем течении, ну, там, выше среднего, да, средняя такая стремнинка, где есть, да, не нужно вот на это брать. Этот фидер не для вас, с моей точки зрения. А я, в общем-то, без ложной склонности всё-таки прав в этом. Так, значит, следующая моделька уже, по мне, так другого строя. Как заявляет производитель, они вроде как все одинаковые, а вот не все они одинаковые. 12,6 до 90 грамм. Вот эта палочка, приятная палочка, приятная, быстрая очень. Смотрите, ну, какой это прогрессивный строй. Это быстрый строй. Вот, смотрите, как стрела, она просто бам и встала. О чём это говорит? От качества угля. Первое это говорит, что она, то есть, здесь хороший уголь, здесь достаточно дорогой уголь стоит. Вот, это хороший речничок, там посадочный диаметр уже 3,0 стоит на вершинке, да, то есть, течение в рамках своего теста, но он держать точно будет. Я могу сказать даже больше. Вот здесь написано, тест 90, но я ставил на него кормушки 90. И забрасывал на 40, по-моему, нет, вру, даже на 50-55 метров. То есть, он бросает прекрасно. То есть, это палка, приятный такой слим, слимовым бланком, речник, который очень, достаточно лёгкий в руках, да, вот, несмотря. Но вот такой вот строй, который, с одной стороны, вам позволит точно бросать, это вот к точности его конёк, кстати говоря, и всех фидеров, вот, и серии Inspiration вверх, то есть, вот, да, класса Heavy, точность броска, она изумительная. То есть, если у вас там с руками всё более-менее хотя бы в порядке, то большей точности вам, ну, вряд ли какой-то фидер даст, именно по точности броска. Ну, второй, ну, минус здесь тот, что в плане поменения тонких поводков, вот, прям вот 0,08 я иногда ставлю днём на леща, 0,1 даже, да, то есть, здесь вот сюда не пойдёт такие поводочки, то есть, можно будет, есть шанс, что на крупной рыбке он оторвётся. Ну, и течение он будет держать, да, всё хорошо в этом отношении. Да, нагружаем. А видите, какой другой уже совсем бланк, смотрите, как он работает, уже быстрый бранок. Да, противозахлёстные кольца, они потяжелее здесь стоят, они, естественно, тоже свою лепту вносят, да, карта колец, и сама модель кольца в бланк. Вот это такой хороший речнячок, приятненький. Вот, пойдёт он на стоячую воду, ну, кому нравятся быстрые бланки на стоячей воде, пойдёт. Мне, например, не нравятся спиннинги быстрые на форель, да, а кто-то ловит, да, именно быстрым строем форельку. Мне нравятся более мягкие, ну, здесь тоже самое по большому счёту. Вот, значит, следующая моделька, всё забывая сказать, 3,6 до 100. Вот, сильной разницы вообще нет, на самом деле, с предыдущей, но как раз здесь разница, да, вот в этих граммах, ну, да, он помощнее, он просто помощнее. Видно, что его можно нагружать, я его прогружал кормушкой 120 даже. Вот, плавным забросом с плеча, 120 плюс корм, средней кормоёмкости, он справляется. То есть, приятная палочка очень, да, вот быстрый такой бланк. Знаете, раз и всё, я, то есть, как он, там, амортизация какая-то, ещё что-то. Ну, вот, покажите, в каком месте там кто-то, я читал, не читал, смотрел, не буду называть кого там, одного из ангажированных спортсменов флагманов, в каком месте он здесь амортизирует, объясните, пожалуйста. Платвичку там на 200 грамм или на 300, допустим. Хорошо, на полке лоб подлещика. Где он амортизирует? В каком месте у него он работает вторая и третья колена? Ну, точнее, вторая, верхняя, да, там, вторая, чуть ниже. Ну, вот, смотрите, тоже вершинка за счёт, верх, да, фидра за счёт своей вершинки отрабатывает. Ну, и, соответственно, такой быстренький строй. Ну, давайте назовём его сложно-прогрессивным, кому как нравится. Это шутка, конечно, была. Так, и следующий. Следующая модель. 390 до 130. И вот эта модель, кстати говоря, мне нравится. То есть, это дальнобой. Кто-то там сказал, что им за 130 метров кидает. Ну, как бы вот, смотрите, что нужно, чтобы бросить им за 130 метров, я не знаю. Но вот покажите, вот, я хочу посмотреть, чтобы он честно бросил на 130 метров. Плетню тончайшую, да, кормушку пулю без ветря и, там, шеститысячник-восьмитысячник катушки, что ли. Ну, не знаю, вот так вот, и ещё там с разбега. Ну, 130. Это жёсткий бланк. Он не сильно очень включается так вот прям. Да, его надо прогрузить как следует. То есть, на малых весах он не вкручит, не включится вообще в бросок. То есть, вот эта верхняя часть, видите, да, она бросит. Вот я на фоне двери вам показываю. А дальше-то всё. То есть, надо здесь прогрузить больше-большим весом. И тогда уже там улетит у вас то, что вам нужно. Но, как бы, сами понимаете, ловить там несколько часов с кормушками 120 грамм и пулять там в точку за 100 метров, ну, это бред полный. Поэтому, скажем так, вот я им ловил. Фидер мне понравился. Ну, то есть, мне не нравится такой строй, не очень, очень слишком быстрый, да, для меня. Я его всё-таки называю по-правильному быстрый, да, несложно-прогрессивный. Или как он там называется ещё у наших ангажированных спортсменов флагмановских. Вот. Он речник. Он 130 грамм по тесту. Кормушки 90 шикарно бросает. Бросает очень точно. Вот прямо жирным, кому нужно. Вот точность тоже его конёк. Вот. Вот рабочий диапазон 50-70 метров. Это вот то, это вот то его, что прям надо. И это реки. Так, с таким, скажем так, ну, в хорошем смысле колом ехать на стоячий водоём, но это не нужно, конечно. И для карпа он даже крупно, он слишком... Это не он, это не эта серия. Давайте нагрузим сейчас Константин Михайлович, да. Вот видите, вот я прогружаю как следует, да, вот вверх точу. Ну, видите, вот такая вот паравла. Ну, они вот все три, как вы видите, да, похожи. Вот все где 3.2, 3.0 посадка, да, они вот все очень похожи. В плане расстановки карты колец всё хорошо, тут всё слетает, всё замечательно ставится, размеры катушек. Кстати говоря, я вот не упомянулся по поводу катушкодержателя фуджевского, да. А он не круто дорогой на самом-то деле, ну, там, если быть честно, да. Это не супердорогой держатель, но он надёжный. Он надёжный, да, действительно, такой вот рабочий лошадка, качественный от фуджи, который, в общем-то, пойдёт на моих фотонов про, как я сказал. Это вот, кстати, я, честно говоря, не помню, говорил вообще когда-то кому-то это. Поэтому вы, наверное, первые, кто это узнаете, что новые прошки, фотоны про, будут очень интересными, да. Это будет дизайн предыдущей модели, а не последней. Я их поменяю сильно и, как бы, надеюсь, что всё получится вот в нашей сегодняшней ситуации, такой нехорошей, да, в стране. Поэтому надеюсь, что всё срастётся. В общем, в общих чертах так. Господа, понагружали, посмотрели. Ну, в общих чертах, в принципе, не могу сказать, что полностью, конечно, эти фидера стали ясны. Это полностью пока же только заброс на воды, да ещё и ловли. Не один раз, да, тогда уже полноценно раскрывается. Ну, скажем так, общее впечатление, я думаю, составили. Теперь о хитро выдуманных чехлах на Inspiration. Зачем всё это было надо делать, я, честно говоря, не знаю. Потому что всё это денег стоит, всё это закладывается в стоимость розничную нашим покупателям, а, в общем-то, нафига оно и надо. Может быть, кому-то эта эстетика нравится, но, как бы, мне, честно говоря, не очень. Ну, я бы просто на этом сэкономил, сделал бы фидер дешевле. Значит, смотрите. Фидер поставляется вот в таких аж трёх упаковках. Значит, сам фидерочек я специально его вытащил. Вот в таком чехольчике. Кто знает, допустим, там те же фотоны про мои там и так далее. То есть это матерчатый чехол. Ну, такого среднего качества, но он неплохой, да, с отдельным кармашком под вершинки. Дальше сам фидер скреплён вот такими стяжками. То есть вам надо ещё много телодвижений совершать, чтобы вот эти стяжки вытаскивать, снимать, не потерять их куда-то, да. Они на липучках. Это неопреновые мягкие стяжечки. Зачем это надо, я не знаю. Он как бы прекрасно себя чувствует, фидер просто в этом чехле. Потом вот эта вся конструкция, когда мы это всё собираем, убирается ещё вот в такой неопреновый чехол. Это мягенький чехол, толстенький, неопреновый. Очень похоже как раз на сами вот эти вот завязочки такие, напалечники. Вот, поэтому... Ну, в общем, так оно и есть. Вот. Что хочу сказать. Фидера все эти я получил недавно. Ну, почти в очередной раз, я имею в виду. Недавно не то, что мы их первый раз получили. То есть это закупили очередную партию, нам прислали очередную партию. Поэтому все они есть в наличии. Дешевле, скорее всего, они точно не станут. Поэтому смотрите, магазин Мультифиш, заказывайте. Это мой официальный магазин Флагмана. Сейчас увидите официальный сертификат, который нам дала фирма Флагман, что мы имеем право представлять её полноценно, как официалы на территории России. Заказывайте в магазине Мультифиш. Не забывайте подписываться на социальные сети обязательно, потому что если вы не будете подписаны на наши странички в социальных сетях, вы не сможете участвовать в акции по бесплатной раздаче запасных частей на фидерное удилище. Сейчас вот мы сталкиваемся уже с этим. Люди пишут, что, мол, я у вас покупал, но я не подписан. Вот первое время сейчас мы идём на это. Вот сейчас раздаём запасные части, да, вот закрываем на это глаза. Но в будущем такого уже не будет. Даже если человек купил у нас запасные части до двух, чтобы в год он имеет право получить бесплатно, любых мы их держим специально. Но условия будет обязательные. Это не только то, что человек покупал у нас это удилище, да, не только Флагман, я имею в виду, да, до любого производителя, ну, практически любого производителя, но ещё и то, что он обязательно должен быть подписан на социальные сети и каналы нашего магазина. Это обязательно условие, прошу не обижаться. Второй момент. Вот была недавно акция, когда мы раздавали тоже запчасти, и многие люди пишут, вот я ваш клиент, давай, я у вас что-то другое покупал, ну, дайте мне, допустим, там на Major Craft, там, да, на спиннинг верхний хлыстик. Я не у вас его покупал. Вот должен это сказать, злит это, как бы в неловкое положение ставит всех. И человека, кто просит, и менеджеров, кто ему вынужден отказывать. Поэтому, если вы даже наш клиент, но вы заломали и хотите запчасть бесплатную от другого удилища, купленного в другом месте, именно в другом, и не можете это доказать, даже если вы наш постоянный клиент, к сожалению, мы вам откажем в этой запчасти. То есть это удилище должно быть куплено только у нас. Если вы, давайте, вот второй момент, последний, да, такие вопросы приходят постоянно, и, как бы, они уже немного поднадоели. Давайте я у вас что-то куплю, и потом получу запчасть. Опять же, что-то, да, это человек может купить прекрасно, он получит скидку, лучшие условия, возможность получения на это купленное удилище, или, там, да, запчасть в будущем, через месяц у нас по условиям после покупки, человек имеет право уже обратиться за бесплатной запчастью. Но это не дает ему права, да, требовать запчасть от удилища, которые он у нас не покупал, даже если он купил другие. То есть условие одно, если вы у нас купили конкретное удилище, и конкретное удилище сломали даже по собственной вине, только в этом случае вы должны, имеете право получить запчасть, и получите ее. Да, и маленькие исключения есть, но это читайте в программе «Лояльность». Там исключения тоже выгодные для покупателей, всегда там бесплатный ремонт, или подбор запчасти, аналогичный, с другого производителя, если вдруг не оказалось на складе. Поэтому, скажем так, сказал, и спасибо, что досмотрели до конца, всего доброго, и до новых встреч, ждите новых роликов, они будут, дай бог. Субтитры создавал DimaTorzok